В центр если будет бить, то нормально. Всё, чё-то он пытается во фланг зайти. Не, во фланг не получится. Продолжение следует... Нет, с Наполеоном такие штучки не прокатит. Ctrl-A в атаку. Ctrl-A и минус армия называется. Так, те мои уланы. Всё, Наполеон пошёл в атаку. У него войска гораздо качественнее наших. Так, 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 так. О, он тут. Не, 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 не... он про простые стрелки которые вообще не должны выдерживать улан стоят ни в чем не бывало шассир иконные обычными легкая кавалерия гаубицы как всегда божит с точностью все наконец 50 человек когда осталось решил побежать а Абакана монсует. Ай, блин, батарея Абакана просто сейчас калечит. Наши люди бегут, месье Тварь, он мне прорвал центр. И да Галбекс дорвался. 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 И да Галбекс дорваться. И да Бекс номер December 4 3. В каком смысле встать под разреженое построение, под обстрелом? Что ты имеешь ввиду? Если... Тут... Friendly Fire есть ещё как. Кавалерия в лоб на пехоту сносит пехоту. Особенно Кирасир и тяжёлая кавалерия, которая у него в наличии. У него Кирасир и каре могут снести. А, в этом смысле. Ну, у лёгкой пехоты есть тактика лёгкой пехоты. Это чисто у лёгкой пехоты. Ну, к примеру, лёгкая пехота в ближнем бою вообще не дерётся. То есть... Это чисто застрельщики, ну, грубо говоря. Ну, вот, к примеру, снайпера. Тактика лёгкой пехоты. Вот, видишь, какой разряженный строй. Тактика лёгкой. Какая лёгка. Тактика лёгкая. Клёгкая. Тактика лёгкая. Тактика лёгкой. Сostenу. Продолжение следует... Карабинеры... Продолжение следует... 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 а ну он сразу побежал только от вида нет россии еще не играл португальцев начали может следующее прохождение будет за россию не знаю это уже как зрители пожелают следующий мод хочу попробовать война и мир называется это реконструкция реальных сражений реконструкция реальных батальонских батальонных подразделений там масштабность 1 к 3 во всем соблюдена то есть пехотных частях там в артиллерии 1 к 3 от реального ну и там ребята поработали эти все полки восстановили которые были в те времена название их министры там но я посмотрел мод вообще крутой такой интересный вот ну и там соответственно там на им немножко по-другому там он все дольше нанимается там допустим кавалерия какая-то может пять ходов наниматься там такие вот штуки есть наш генерал получил еще плюс 3 командования на суше не знаю насчет стрелять не умеют посмотрим все познается в сравнении я не сказал бы я смотрел просто прохождение нормально все вроде с этим проблем нет смотря какой мод какие там мод на точность тут например здесь у меня стоит мод на реальную стрельбу и тут стрельба мало что решает точнее решает только концентрация стрельбы огромная концентрация причем прагу не ну прагу это как мне тут мюнхен для начала надо взять так наполеона разбили и наполеон мер ранен точнее пока что нет вену тоже не вариант у меня сейчас две армии вот полностью обескровленные вот 1 славянская 1 славянский полк побывал в бою вот здесь еще одна ударная армия 40 батальонов стоит возле хорватии тут тоже тут вообще артиллерии нет это я оставил артиллерию пополняться не взял ее в бой собой если вообще нет артиллерии можно сказать только что же разбили три армии французские здесь пока нет а Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Калич У него тот борт был убит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другому как раз Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы побеждаем, Торион. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто бой такой напряженный, что я молчу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас легкие линкоры с прочностью обшивки 900 показателей... К слову, по-моему, у французов там до 5000 прочность корпуса... Но зато у нас маневренность хорошая... Так, нам предлагают... Вон, прочность обшивки... 64-пушечный линкор, собственно, да... 2700 прочность... А наши... 74-пушечные... У них всего 1000 прочность... Вон, 970... То есть, они пробиваются очень легко... Очень маневренные корабли... Но очень быстро... Идут ко дну... Ну, за счет маневров... Так, что нам тут предлагают... О! Торговые суда... У меня как раз торговые я не могу строить... 64-х... Ладно, забираем... 74-х забираем... Так, вот эту шляпу... 38 орудий я не буду брать... Так, и, наверное, отступаем вот в этот порт... Промышленный... Блин... А, вот он... Вот в этот порт... Потому что здесь еще один датский флот... Наверное, такой же по численности примерно... Рисковать не будем... Проплывать тут рядом... Видите, датско-норвежское королевство... Неплохо, неплохо... Порубились... Так, вот это подкрепление тащим в Париж... Так... Что у нас здесь? Француз бой не принимает... Здесь мы перегруппировались для удара на Берлин... Следующим ходом... Можно брать Берлина... Здесь у нас непростая ситуация... Неоднократно... Француз пытается прорваться... Через этот фланг... Здесь уже бесчисленное количество... Сегодня до скольки? Да я вот думаю сейчас вот ход завершить... Посмотреть... Если битв не предвидится... То, наверное, хватит... Так, ну завершаем ход... Просто если будет битва, то это еще минут на 50... Тут битвы такие по 50 минут... Так... Моравия... Моравия... Это фигня... Ага... Он все к Вене стягивает кучу войск... Да... У Вены уже опять 4 ударных полка... Словно и не разгромили мы Наполеона и две его армии там... И он пошел к Вене... Вене... Нет... И еще одну армию тащит туда... Падла... И еще одна подтянулась... Аааа... Я Вену вообще никогда не возьму... Такое ощущение... Здесь только отбиваться и отбиваться будем... Зато Берлин пока... Пока Сия... Подходи завтра... Продолжим... Обязательно... Если что... Можешь записи на Ютубе посмотреть... Записи на Ютубе выкладываю каждый день... То... Кстати... Подошел... Недавно... Подписывайтесь на канал на Ютуб... Предыдущие около 45 часов стрима... На Ютуб канале... Битвы я автобоем практически не играю... Так что... Сложность... Very Hard... Так что... Куча-куча битв... В основном... Наши стримы... Занимают... Так... Наконец-то закончилась у нас зима... Зима закончилась... Время атаковать... Так... Тут войска у нас нанялись... Шахты... Наука... Развитие... Так... Понятно... Так... Найди их принимать... Так... Н сильно ехалиven... Ты... Вот ты... Какой особенный сон... Наши cu Rinанец что… Последний сон она не завьет... Э但 cooperимой стерегией не следуетм, とか... Не звонили... Скажем сон он tienes и���яйте... Так, это ударно-капсульный детонатор, здесь у нас стандартные боеприпасы для кораблей, здесь колейные дороги, да? Так, ну сейчас более-менее нормально. Всё не сдаётся французу, подошла армия к нему в подкрепление. Блин, ну это жесть какая-то. Опять бить эти две армии, короче. Опять бить и вену не взять. Здесь ещё 2 ударные группировки и здесь ещё одна. Раз, два, три, четыре, пять. 5 ударных группировок по 40 батальонов. 200 батальонов в общей сложности. 50 тысяч солдат здесь расположено против наших 20 тысяч. Ладно, я думаю на сегодня хватит, завтра продолжим. Почему хватит? Потому что вот эти вот бои, они по 50 минут будут длиться. И завтра подходите. Вот. По 50 минут, это ещё до часу ночи мы будем тут играть. А завтра всё-таки рано вставать. Относительно. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте плюсики. В ютубе можете посмотреть опять же предыдущие записи. Мы начинали вот за португальцев с одной маленькой крохотной земли. Вот. И потихоньку продвигались. Воевали против всего мира. Флота у нас не было. В общем, хардкор один был. Битва, битва и ещё раз битва. На волоске вытаскивали. Две армии, кстати, погубили. Одну под Парижем. Одну вот здесь, в центре Европы, полностью была разбита. Но мы всё равно как-нибудь потихонечку продвигались и затущили. Вот. Давайте сохранимся. Всем пока. До завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Мой меч — это власть, мой меч — закон Мой плащ кровь впитал и дрожь времен Я палач, я рожден бессмертным Слуги и цари мне бьют поклон Мой трон — эшафот, подруга — смерть Вся грязь, все грехи людей на мне Был один из вас невинной жертвой Лишь один был чист на всей земле Он вновь и вновь В мой входит сон Сквозь пыль веков Я вижу все Тень шел, словно гость под молотком Злой смех заглушал безумца стон Он спасал весь мир И Галилею Бога он назвал своим отцом Сердцем он хотел всех воспринять Умереть за вас и за меня В дар, что свыше дан Он свято верил вера Вот и вся его вина Но все родные В моих руках Последний миг Без страх в глазах Тень придет Скинет рот и вздох Звезды в первый раз Смерть услышит ночь Пустоту Я свой день шнурну И навек уйду Ледяную твой Кто даст мне покой Подбарить свет Божий сын краснен Ответа нет Я решил идти В обидель вага Против пули всех Небесный бред Свой меч бросить там Я был готов Нет сил шесть людей А в нем костров Плыть в чужой крови Коснить пророков Но создатель ваш Не слышен слов Царила тьма В его глазах И на меня Нахлынут страх Тень придет Скинет рот Людской Звезды в первый раз Смерть услышит ночь Пустоту Я свой день шнурну И навек уйду Ледяную твой Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И от кровенья свет Простил меня Кто безумец был и кем Ваш спаситель Я Субтитры сделал DimaTorzok